Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Сегодня будем говорить о музыке, потому что в нашей студии человек, которого очень хорошо знают в Красноярске, который как профессионал состоялся в Красноярске, скрипач, виртуоз, солист, Кремль-концерта Вардан Маркас. Добрый вечер! Добрый вечер! Вардан, ну не часто вы сейчас бываете в Красноярске, но бываете, не забываете место, где, в общем-то, ваше творческое рождение, можно так сказать, состоялось? Да, я всегда, мои программы, мои примеры всегда стараюсь делать в Красноярске, потому что, как сказали, я состоялся в Красноярске, я люблю Красноярске, люблю город, люблю людей. У меня здесь очень много друзей, много поклонников, зрителей, слушателей, и я всегда стараюсь, чтобы первыми зрителями были они. И как раз в прошлом году у меня составилась премьера нового концерта, новой программы, которая называется «Шелковый путь». И вот в прошлом году, почти год назад, 11 ноября, был мой концерт в Красноярске, и вот решил через год повторить вот это ощущение, чтобы получить заряд от Красноярска. 10 ноября состоится концерт Вардана Маркоса в Думе офицеров. Что это за программа? Давайте подробнее расскажем. «Шелковый путь», но есть отсылка историческая. Историческая отсылка есть, и именно вот к этому историческому отсылку я связал мою программу. Я взял историю путешественника Марко Поло, а я как образе Марко Поло путешествую от Китая до Италии, и вот по пути я заезжаю, можно сказать, все страны, вот Индия, Иран, Арабский Восток, Армения, Россия, и вот по европейским странам, Болгария, Германия и Австрия. Австрия, и завершаю Италией. Ведь же Марко Поло итальянец. Очень разноплановая музыка. Начинается вот с дальневосточной мелодии, которая так и называется «Шелковый путь», дальше китайская. Вот как-то получается сейчас китайская, индийская тема очень актуальна, но это было до, вот программа я создал, может, в время времени это идет. И в моей программе есть китайские мелодии, потом индийские, арабские, иранские. Знаете, вот как-то странно, вот сейчас как-то российские друзья, именно вот эти страны получаются. Но на фоне, вы хотите сказать страны, на фоне нынешней политической ситуации? Нет. Я противник, чтобы музыкант занимался политикой, и поэтому для меня музыка – это вечно. Кстати, вы же закончили Ереванскую консерваторию и вообще, и из Армении. Как часто вы бываете там, и что там играете? – Часто бываю там, у меня были там концерты, ну, и, конечно, я играл разные программы. Был последний раз в этом году, летом, там очень красиво, очень тепло, очень зарядился, главное – энергией, эмоцией. Ну, вот, и приехал в Россию, ну, рабочее место, чтобы дальше продолжать концертировать и гастролировать. У меня планы очень много, ну… – Вардан, давайте немножко поговорим про вообще карьеру скрипача, потому что, ну, кто-то по-разному у нас складывается. Во-первых, чтобы играть на скрипке, нужно иметь идеальный слух. – Это да. – Потому что… – Ну, в редких случаях можно это приобрести. Трудолюбием, занятием, и это оттачивается, и человек может стать идеальным слухом. – А когда вы поняли, что вы вот прям талант и виртуоз, в какой момент человек считается виртуоз? – Знаете, это не я должен сказать, это мне говорят, но предпосылка к этому в основном – это трудолюбие, трудолюбие, трудолюбие. И это все дает дальнейшее развитие. И самое главное, чтобы ты для чего играешь, для чего учишься, и как это делаешь. То есть если делаешь от души, значит, это всем нравится, всем будет понятно. И самая главная цель – это подать классику, скрипичную музыку, виртуозную музыку так красиво, чтобы люди, которые никогда не слышали скрипку и сказали, в следующий раз мы пойдем еще раз на этот концерт, и пойдем в филармонический концерт. И у меня вот очень много случаев были такие. – А вы знаете, когда ты спрашивала дирижера нашего оркестра симфонического, кто больше всего востребован, вот среди скрипачей, как я понимаю, самая высокая конкуренция, потому что их больше. – И в численном выражении вообще, в принципе, выпускается из вузов больше. – Их больше, и потом скрипичный репортуар гораздо разнообразнее. – Ну, скрипка, не рояль, гораздо проще ее с собой везти, например. – Ну, рояль везде есть, это рояль еще проще, потому что если скрипка ты везешь, а рояль уже стоит. – Ну, и не виолончель, например. – Нет. Главное, что хочется сказать. Дело в том, что скрипка, которая как инструмент существует, требует высочайшее мастерство. А скрипачи не все бывают, что любят скрипку, любят стать солистом. А солист, концертмистер – это тоже особая категория, потому что для них, чтобы стать, это тоже надо в молодости очень много, до 10 часов в день заниматься. Поэтому я скажу, что я занимался. – Кстати, скажу нашим зрителям, что буквально через несколько минут вы услышите и увидите скрипку Вардана Маркоса и услышите фрагменты из его программы. – Из новой программы «Шелковый путь». – Скажите, вот вы уехали в Москву. Всегда ли успешность, успешный успех, так называемый, для музыканта или вообще для человека в искусстве связан с переездом в столицу? – Как у вас там было? – Не всегда. Главное, вот знаете, Москва, как говорится, слезам не верит. Там надо быть очень целеустремленным. – Но вы же не на голое место ехали. – Я на голое место уехал. – А, это ваше было решение? Я думала, это какое-то приглашение. – Приглашение было, как всегда. Приглашение было, я поехал, сказали, все будет нормально, концерт и все. – Приехал, это… – Жить негде, есть ничего, да? – Именно так. И пришлось вот самим это все создать, пробивать и делать концерты. Сначала об меня говорили, что так не делают, как надо идти по-другому. Известные продюсеры. А потом, когда я два года, два года я потерял в Москве, понял, что надо делать большие концерты, которые я делал в Красноярске. Я это же умею. И когда я это сделал, я понял, что все просто. Алгоритм работает везде, хоть в Красноярске, хоть в Москве, хоть в Лондоне. – А смотрите, ну, вас там не знали так широко, как каких-нибудь людей, которые уже в Москве начинали, например. Плюс, как мы уже говорили, и конкуренция в среде… – В Москве огромная конкуренция. – Вот, и просто больше. – Там больше, да. Главная программа, и что хочешь сказать этим? Я довожу людей классику в современных обработках. Это всем нравится, это всегда актуально. – Но, понимаете, это много кто делает. – Ну, много делает, но я делаю сам. – Но все играют Левальди, все… – Все играют, но они играют чужие, обработка чужая, а я играю свои видения этой мелодии, и поэтому я отличаюсь. – А скажите, и все это время вы вот один сам собой, в какой-то момент некоторые люди чувствуют потребность передать какие-то свои знания подрастающему поколению? У вас есть какие-то, ну, неприемники, не знаю, как называть, ученики? – У меня, конечно, есть эта идея, но, к сожалению, гастрольный график такой, так плотный, что не успеваю учениками заниматься, но в ближайшем будущем, наверное, я этими тоже займусь, потому что хочется, чтобы мои знания я передал молодому поколению, и они тоже достигли чего-то. – Сейчас очень популярно дистанционное образование, и через интернет даже петь учат, что, в принципе, невозможно. Можно ли научиться играть на музыкальном инструменте, смотря уроки? – Нет. Нет. Так, чтобы поддержать уровень ученика-студента, можно, но чтобы конкретно, что глубина, почувствовать глубину скрипки, звука, это надо непосредственный контакт. – Как вы выбираете инструмент для того, чтобы играть? Вот когда мы слышим, что там скрипка Страдивари, или там еще какого-то мастера древнего стоят бешеные деньги, – это больше пиар-имидж? – Нет, нет. Это, знаете, хороший инструмент должен звучать, ценится звук. – А почему они не портятся через столько веков? – Нет, портятся. Если неправильно хранить, они портятся. Как, ну, делим, всегда портятся. Просто те инструменты, которые не портятся, они находятся в играющих руках. Они, а эти руки дорожат, потому что это веками. – Ну, как жемчик, да, который, говорят, нужно носить, иначе он… – Конечно, конечно. Как говорится, дом, который построил, надо жить, чтобы она жила. – Скрипка, на скрипке надо играть, чтобы инструмент жил и подал свои звуки народу. – Скрипка, на которой вы сегодня будете играть, вы мне перед эфиром сказали, что эта скрипка сделана специально для вас. И я, насколько вижу, эта скрипка отличается от скрипки многовековой давности. – Да, она современная скрипка, она специально делена для меня. Это очень хороший мастер из Сочи. Мы познакомились, он видел, как я играю, как тонко и мощно, и он специально для меня, для моих рук, для моей души сделал эту скрипку и подарил мне. – А вообще вы на одном инструменте играете или несколько? – Нет, у меня есть четыре инструмента, но каждый… – Это по настроению или как происходит? – Нет, лучше, лучше, лучше. Вот такие. Когда новый инструмент, оно должно быть лучше, чем предыдущие. И вот так. А остальные складываются. – Мы уже всех заинтриговали и скрипкой, и звуком. Давайте напомним, когда концерт. – Мой концерт состоится 10 ноября в Доме офицеров, 19.00. – Ну давайте. И мы готовы все послушать фрагменты из вашей новой программы «Шелковый путь». – Да. – Прямо сейчас, прямо в нашей студии. Китайская мелодия. ДОЕПАНОНЫЕ Р어요. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это была китайская мелодия из моей программы «Шелковый путь». А сейчас поиграю русскую народную мелодию. Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Спасибо большое, Вардан! Я напомню нашим зрителям, что сегодня в студии программы «После новостей» был известный скрипач Вардан Маркас, чей концерт состоится 10 ноября в Доме офицеров в 19.00. Это была программа «После новостей». Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok